Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. В нашем выпуске новости российского автогиганта в студии Людмила Трестман и Павел Михнон сегодня расскажем о том, у кого и насколько в кризис растет зарплата и почему цех картеров автомобильного завода стал новым образцовым участком. Тяжело в учении, легко в бою. Фабрика процессов КамАЗа подготовила к бою уже 700 работников. Нешуточная борьба за весенний кубок КВН. Рейтинг главных камазовских юмористов в нашем сюжете. Выходные и праздничные дни – традиционное время для ремонта и обновления производства. Так и в майские каникулы на автомобильном заводе подобная работа не прекращалась. То, что удалось сделать и как нововведения помогли повысить производительность труда, лично проверил директор завода Николай Светличный. Первым осмотрели новый образцовый участок – цех картеров. Работа в цехе картеров велась сразу по нескольким направлениям. Так заканчивается модернизация автоматизированной линии Кука. После замены сварочных агрегатов на роботизированные комплексы удалось в четыре раза сократить расход электроэнергии и вдвое число обслуживающих работников. Это позволило заметно увеличить им зарплату даже в условиях общего снижения объемов производства. В запрете, говоришь, получилось сколько? 24. 24. Это 24 на линии Кука. Средняя зарплата за предмесяц по заводу составила 18 тысяч. То есть здесь на 6 тысяч больше, чем средняя по заводу. Есть что рассказать и на линии обрабатывающих центров Hyundai. Раньше три оператора работали на шести станках. Но это не позволяло в полной мере использовать возможность нового оборудования. С 1 апреля здесь взяли курс на многостаночное обслуживание. Уменьшили долю ручного труда, улучшили технику безопасности, освободились от лишних перемещений и от загромождения тар. Производительность труда на участке выросла на 15%. До этого, значит, мы работали две смены по 12 часов. И в одну смену, значит, работали три оператора. После того, как было принято решение, значит, переходить на три смены, в смену осталось у нас по два оператора, которые взяли дополнительно по одному скану каждый. То есть сейчас у нас люди работают три смены без сверхурочных. После внедрения проекта один человек успевает обслуживать три станка. То есть за счет этого выросла зародная плата за многостаночное обслуживание. В расчетке идет отдельным ходом и видно. Сейчас поставлена цель загрузить станки работы на семь дней в неделю без выходных и праздников, потому что объемы заказа на производимые ими комплектующие велики. Как отмечает директор автомобильного завода, главное, что здесь удалось психологически переломить ситуацию с многостаночным обслуживанием. Если в начале было какое-то все-таки нежелание, то есть игнорирование со стороны персонала, то в настоящее время, введя на заводе индивидуальную заработную плату для каждого исполнителя, люди поняли, что это нужно, что это необходимо и процесс пошел довольно эффективно. На КАМАЗе стало одним участком больше, который действительно, действительно сейчас работает эффективно. И как было раньше. Я прошу всех руководителей взять примеры. Нововведения позволили на 100% задействовать оборудование и людей. Этот цех показал, подчеркнул Игорь Малесев, что даже при снижении объемов многое зависит от организации труда, принятой на каждом участке. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. КАМАЗ продолжает работу по обеспечению транспортной отрасли профессионалами. Зам. генерального директора по управлению персоналом автогиганта и заместитель министра профобразования Якутии подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров. Представители министерства обратились к Сергею Кагогину с инициативой создания учебно-лабораторного центра КАМАЗ на базе Якутского автодорожного техникума. Начнут с обучения преподавателя, ведь качество подготовки максимально зависит от того, кто учит. КАМАЗ организует курсы для двух групп преподавательского состава и мастеров производственного обучения. Далее автодорожный техникум сможет распространить полученные знания в масштабе республики, а в перспективе и стать ресурсным центром для других образовательных организаций региона. На КАМАЗе продолжается организация общественных работ в дни простоя. Напомним, что эта программа стартовала в феврале и первые два месяца оплачивалась за счет собственных средств компании. А уже в апреле к финансированию подключился федеральный бюджет. Как и ожидалось, эта мера стала серьезной поддержкой для КАМАЗовского персонала в ситуации провала рынка грузовой техники. За четыре месяца этого года продажи грузовых автомобилей снизились почти на 50%, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Худшую динамику показали немецкий МАН, шведское Скани и белорусский МАЗ. А самой популярной мерой выхода из кризиса стали сокращения. Еще в феврале компания «Вольво Тракс» бессрочно приостановила производство грузовиков в Калуге и сократила 30% персонала. КАМАЗ выбрал гибкий график работы, а в дни простоя организовал общественные работы. Благодаря организации временных работ, временной занятий, мы смогли сегодня удержать зарплату на том уровне, который у нас был в конце прошлого года и в начале этого года. Благодаря федеральной поддержке мы сегодня почувствовали то, что сократился отток людей. Более 19 тысяч рабочих мест организовано для желающих работать в дни простоя. Однако по условиям постановления правительства Татарстана есть группы работников, имеющие преимущественное право на трудоустройство. К примеру, это КАМАЗовцы, имеющие инвалидность, работники, воспитывающие несовершеннолетних детей, одинокие родители и семьи, в которых оба родителя работают на КАМАЗе. Если бы не было, то вообще было трудно учить даже, но это, конечно, помощь. Это хорошо, с одной стороны, потому что мало-немало, но все равно платят. Как бы и кредит, чтобы платить денег, хватало. Если бы я не смогла бы здесь найти эту работу, у себя на родном заводе, я бы хотела бы искать в городе работу, дополнительную работу. А тут уже коллектив всех своих знаешь, уже даже радостнее. Лучше здесь, чем где-то на улице искать. Конечно, они помогают и в материальном положении. Основным направлением временных работ является картирование процессов. С этой задачей может справиться любой работник. Особенных навыков не требуется, но результат очень важен и нужен для основной работы. Рабочие участвуют в этом процессе не как только рабочие, а, скажем, даже как технологическая служба. Они, во-первых, уже понимают время обработки, как можно его сократить, как можно определить время прохождения, как это лучше. И особенно здесь, надо сказать, они очень обращают здесь уже внимание на качество. Потому что люди уже не торопятся, они как бы владеют временем. Общественные работы продлятся до конца сентября. Ожидается, что к этому времени государственная поддержка автопрома и смягчение кредитной политики приведут к стабилизации рынка. Екатерина Романова, Людмила Трейсман, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Тяжело в учении, легко в бою. Фабрика процессов на КамАЗе работает вот уже второй год. Практические тренинги здесь прошли более 700 сотрудников различных подразделений автогиганта. Подобные центры существуют на базе крупнейших мировых автопроизводителей. А прообразом для нашего стало учреждение в Германии, принадлежащее концерну «Даймлер». Во время своей работы КамАЗовская фабрика имитации процессов постоянно совершенствуется. Все подробности в нашем следующем сюжете. Турбокомпрессор – важнейшая часть силового агрегата КамАЗа. Именно эту деталь собирает на фабрике процессов. Условия максимально приближены к реальным. В учебном центре воссоздана атмосфера полноценного предприятия. Главная задача команды – максимально эффективно выполнить план, понеся при этом наименьшие потери. Но прежде чем приступить, нужно распределить роли. Мы ни в коем случае не смотрим на занимаемую на КамАЗе должность. Назначаем директора сами. Стараемся назначать человека, скажем так, более активного. А остальные роли – пожелания. После первого тура промежуточное подведение итогов. Как и на реальном предприятии, работникам начисляют зарплату. Для этого здесь даже придумали собственную валюту – турбики. Несмотря на забавное название, ее создание преследует вполне серьезные цели. Используя данный метод, мы устанавливаем четкую связь у наших сотрудников о том, что эффективность их процессов и повышение эффективности процессов, в которых они участвуют, напрямую связано с их карманом. Более эффективно выполнить план производства и получить выше зарплату участники имеют шанс на третьем этапе. После бурного обсуждения, которое в конечном итоге приводит к оптимизации производства, участники тренинга находят свои ошибки. Данная позиция у нас являлась узкой, и она выходила за время такта. И составляла по диаграмму Ямазуми 118 секунд. Мы сделали небольшую механизацию, поставили рейковерт, и уже данная позиция у нас не является узкой. Дело быстрее пошло. План, думаю, сделаем. Минимальные затраты, 100 метров, чтобы убрали, и один коковер на столе. Практика в сочетании с теорией – идеальная гармония. Поэтому полученные на тренинге знания легко найдут применение на рабочем месте. У нас оборудование постоянно меняется. Закупается новое оборудование. При покупке нового оборудования, на все равно надо будет что-то внедрять. Уже при внедрении вот такого, ну, обучения, уже сам лично подходишь к оборудованию, ты уже понимаешь, как выстроить поток для того, чтобы получить ценность. К тому же тренинг постоянно улучшается. Помогает в этом обратная связь с теми, кто уже побывал на фабрике процессов. Кураторы проекта стараются учесть все замечания и пожелания. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа. Если фабрика процессов для уже работающих на КамАЗе, то профдвижение для тех, кто только планирует связать свою жизнь с автогигантом. Как и в прошлом году, профориентационный лагерь приглашает старшеклассников и студентов со всей страны. Чтобы попасть в профильную смену, нужно подписаться на группу профдвижения ВКонтакте и пройти два этапа конкурсных заданий. Победители заочного конкурса будут в течение нескольких дней бесплатно жить в лагере «Звездный», общаться с единомышленниками, знакомиться с городом и с КамАЗом, а также встречаться с топ-менеджерами «Автогиганта» и членами гоночной команды «КамАЗ Мастер». А самые активные получат ценные призы, среди которых смартфоны, планшеты и ноутбуки. КамАЗовцы дали жару. На сцене КДК «КамАЗа» сошлись лучшие команды. Участниками игры в КВН стала рабочая молодежь «Автогиганта». Зрительный зал был полон. Поболеть за своих пришли коллеги, родные и близкие. Биться было за что. На кону весенний кубок КВН, о чем шутили самые веселые и находчивые заводчане, узнала наша съемочная группа. Весна, так принято в нашем городе, начинается только тогда, когда на КамАЗе КВН. Дорогие друзья, мы начинаем КВН. Клуб веселых и находчивых КамАЗовцев распахнул свои двери перед всеми желающими. Поболеть за любимых, уже почти артистов, и от всей души посмеяться, собрался полный зал. На сцене же за весенний кубок КВН сразили семь команд. Вечер КВНа начался с традиционного конкурса «Визитка». Так, деньгами надо распорядиться. За ипотеку, за кредит, за коммуналку, за машину, за старую кредитку. Здравствуйте, а можно кредит и зарплату охормить? Поединки смеха и хорошего настроения верх одерживала то одна, то другая команда. Итак, пора. Последний вопрос и главный приз ваш. Какого витамина нет в морковке? Вариант ответов. А, С, Б, Д, С, В и Д, А. Каждый раз камазовские КВНчики удивляют зрителей и жюри новыми находками. Да и мастерство артистов растет с каждым выступлением. Многих уже можно назвать профессиональными шутниками. Вот только опыт никак не влияет на оценки. Строгая жюри беспристрастна, и это добавляет волнение перед каждым выходом на сцену. Готовились как? Весело, дружно, конечно. Ну, терки были между собой, да, там весело все. А так, да, команда у нас дружная, друг за друга. Ну, как говорится, все в одной куче. Большинство шуток было связано с обычной жизнью камазовских работников. Не обошли и стороной тему гибкого графика работы на автогиганте. Все мы с вами мечтаем, чтобы на Камазе трехневку отменили. И вот наша мечта сбылась. У нас одноверка. А как же конец рабочей недели? Точно, конец рабочей недели с двенадцатым! Так, друзья, стоп, стоп, друзья. Давайте все-таки понадеемся на чудо, что у нас свершится. И конец рабочей недели мы будем отмечать по пятницам. От души насмеявшись, судьи вынесли свой вердикт. Первое место заняла команды сборная Андоры. Ремонтно-инструментального завода. Второе место досталось сборной Мэйс-Центра. На третьем месте в этот раз оказались мои красавцы-слитейки. Роман Зинов, Андрей Буслаков, Вести Камазов. С чувством юмора у Камазовцев все в порядке. Над собой пошутят и другим подмигнут. О грядущих событиях Вести Камазов в следующий раз расскажут в пятницу, 22 мая, в 19.15 на телеканале РЕН-ТВ, Набежные Челны. О Камазе подробно и честно с вами были Людмила Трейсман. И Павел Мехнов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова